Здравствуйте! На портале Экзогет.ру с вами Протерей Дмитрий Сезоненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами прочитаем 2 стих 32 главы книги Второзакония. «Моисей говорит о Боге. Прольется, как дождь учение мое, как роса речь моя, как мелкий дождь на зелень, как ливень на траву». Это последняя величественная песнь Моисея. Он обращается к народу Израиля и приучает народ думать о Священном Писании, о Слове Божии, о завете с Богом, именно как о дожде, который орошает землю и который делает эту землю плодоносной. И так, конечно, мы не привыкли думать о Библии как книге, которая что-то дает. Скорее, это книга, которая требует, содержит в себе предписания, законы, заповеди. Но вот представьте себе, что Слово Божие подобно дождю, который проливается на иссохшую землю, оно приносит жизнь. И именно благодаря этому дождю вдруг все расцветает. В Святой Земле наступает весна и пустыня превращается в цветущий сад. Конечно, очень многое сегодня мы можем сделать нашими собственными усилиями. Мы можем возделывать землю, сеять семена, доставлять воду, удобрять землю. Но все-таки в конечном счете успех наших дел всегда зависит не от наших усилий, но тоже от того, что нам не подвластно. Если не будет дождя, если не будет урожая, если будут какие-нибудь ураганы или пожары, сколько бы мы ни заботились о земле, ничего не удастся. И поэтому человек никогда не должен впадать в высокомерие. И книга Второзакония тоже об этом предупреждает. Если человек утверждает, что все, что у него есть, вся сила, крепость его руки, все это приобретается богатством, он рискует оказаться в очень нелепом положении. Итак, помимо того, что Слово Божие – это как дождь, который делает землю плодородной, и земля приносит свой плод, этот стих имеет еще и другое значение. Некоторые толкователи говорят о том, что дождь всегда один, а растения, которые расцветают благодаря ему, и деревья, которые приносят плоды, они всегда отличаются друг от друга. Вкусные, сочные плоды, но каждое дерево приносит сообразно своему виду. Христианские авторы иногда употребляют этот образ применительно к Святому Духу. Святой Дух – это как вода, которая возделывает сад, но все, что в нем посажено, приносит свои характерные плоды точно так же. И каждый из нас имеет свои дары, свои харизмы. И согреваемый Святым Духом, действием Бога, мы приносим плод. Виноградные лоза приносят виноград, оливковое дерево приносит оливки, финиковая пальма совершенно отличается от всех них. Точно так же и Слово Божие, оно едино, но при этом приносит многообразие. И вот этот образ интереса, любви, уважения к многообразию, проявлений жизни на земле, проявлений дарований, талантов, индивидуальных особенностей каждого человека, но и все, что населяет землю, очень характерны для библейского сознания. Именно это делает его, может быть, уникальным, в отличие от любой другой философии, которая рано или поздно склоняется к какой-то униформенности. Итак, дождь позволяет различным растениям быть зелеными, красными, черными, белыми. Так и Слово Божие воспитывает, питает разных людей, и кто-то становится духовными отцами, наставниками, кто-то мудрецами, кто-то просто праведниками, угодниками, святыми. Есть только одно Слово, это Слово Божие, но оно приносит много разных, различных плодов. Возникают разные учения, идеи. И Библия в этом смысле не является какой-то книгой стандартов. Наоборот, она учит любить и стремиться к этому многообразию. Иногда толкователи говорят вещи взаимоисключающие, противоположные. Но для того, чтобы подчеркнуть, что самое главное, Слово Божие и этому дождю каждый из нас становится тем, кем мы можем стать. В зависимости от того, какие в нас заложены таланты, они в нас раскрываются и приносят свой плод. И в древности говорили, человек чеканит монеты, используя чекан или печать, так что все монеты похожи друг на друга. Наоборот, если бракованная монета, то скорее всего, что она теряет в своей цене. Но в отличие от человека, ремесленника, Господь чеканит каждого человека печатью Адама. И получается, что ни один человек не похож на своего собрата. Каждый из нас уникален. И это действительно является постоянной темой в Священном Писании. Именно поэтому Моисей, когда обращается к Богу, чтобы тот ему назначил преемника, нового духовного лидера, он говорит, да поставит Господь Бог всякой плоти над обществом сим, лидера, который будет угоден ему. И почему говорится о том, что Бог духов всякой плоти, или Бог духов и всякой плоти. Для того, чтобы сказать, что при всем многообразии людей, которые могут быть совершенно не похожи друг на друга и, может быть, даже не смогут жить в мире, Бог способен принимать каждого и видеть это человечество как целое. Именно нужен такой лидер, который способен считаться с этими различиями между людьми. И эта способность уважать многообразие – одно из главных требований, которые предъявляет Священное Писание к любому духовному лидеру. Любой отец семьи должен считаться с тем, что дети могут оказаться совершенно разными, и между ними может не быть мира, но отец он отвечает за целое. И точно так же и настоящий лидер каждый недостаток восполняет, каждый избыток немножко уменьшает, для того, чтобы при всем многообразии было какое-то равновесие и общая гармония. И в этом состоит мудрость. И самое трудное – выполнять роль начальника, руководителя, управлять людьми так, чтобы предотвратить хаос. Но при этом, если идти по пути какого-то тоталитаризма, чтобы всех кроить под одно лекало, устраивать какое-то прокрустство ложи, то понятно, что ничего хорошего из этого не получается. Мнение каждого из нас отличается от мнения другого человека. Точно так же, как лицом даже близнецы бывают не похожи друг на друга, тем более в мнениях. Но настоящий лидер, который уважает Бога и стремится исполнять заповеди, он стремится именно к этому. И здесь возникает еще интересный момент, от которого мы очень часто страдаем в современном мире, потому что человечество превращается в большую толпу. И из этого получается какая-то хаотическая масса, управлять которой можно только технически, будучи технократом. Поэтому сегодня в современном мире быть лидером очень трудно. Но когда в Библии говорится о благословении и просят, чтобы Бог благословил народ, представьте себе, что даже если перед Богом стоит толпа людей, которые, может быть, враждуют, или просто это сброд огромной массы людей, то, конечно, с одной стороны, можно благословить как нечто очень многочисленное, точно так же, как сегодня в современном мире ценят массовость числа. Но Бог благословляет каждого индивидуально. Так что лицо каждого, кто составляет эту толпу, является его частичкой, оно не бывает потерянным. Каждый член толпы является индивидуумом со своими особыми намерениями, надеждами, спасением, мыслями. И Бог умеет благословить так, чтобы видеть в каждом человеке его лицо, чтобы ни в коем случае ничто не превращалось в какую-то безликую массу. И мне кажется, что это замечательный урок, который Священное Писание преподносит каждому верующему человеку и просто каждому человеку, который хочет быть человеком. Один из прекрасных наказов мудрых Древнего Израиля говорит о том, что не поклоняйтесь многим богам на небесах, потому что там много голосов. И там, где много голосов, там очень часто бывает хаос. Но знайте, что среди этого леса голосов есть один голос, и это голос Божий. Для того, чтобы никогда не терять из виду, что существует какое-то основание единства, взаимопонимания. И, может быть, уместно было бы вспомнить здесь историю Пятидесятницы. Это тот момент, когда люди, оказавшиеся на площади, несколько тысяч людей, которые пришли из разных уголков империи, каждый из них говорит на своем наречии. Но вот, оказавшись в Иерусалиме в день Пятидесятницы, у всех ощущение, что они слышат родной голос, родное наречие. И именно в этом и состоит одно из главных дарований, которые Бог дает своему народу при всем многообразии, даже когда мы говорим на разных языках. Мы способны услышать родную речь в устах другого человека, понять, что мы единое целое. И что единство составляется не из множества, потому что очень часто, особенно у материалистов, возникает такая идея, что можно общество составить из индивидуума, и их унифицировать, и добиться какой-то солидарности социальной. Но Библия говорит, что нет. Подлинное единство, оно рождается из единого. То есть Бог един, и именно благодаря этому разношерстная толпа, великое множество людей может стать единым народом, единым человечеством. На что уповают и пророки, и к чему приучает нас Библия. Поэтому одно из главных чудес божественного творения состоит в том, что на небе существует единство, Бог един, а на земле существует это многообразие. И Слово Божие есть этот дождь, который позволяет каждому из нас быть тем, кем мы можем быть в присутствии Бога. На портале Экзегиатру с вами был протерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо. 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 Спасибо.